правило семинара все знают не будем повторять и поэтому еще раз на протяжении тысяч лет мы развиваемся для того чтобы решить что эго ангел смерти который уничтожает нас тихо пожалуйста мы живем в особом кругообороте когда кроме ощущения когда мы желаем избавиться от эго то что нам плохо так жить хотя все еще мы не решили окончательно что это ангел смерти но уже мы стремимся к чему-то вне эго это эго называется я как и какие действия мы должны мы делаем чтобы избавиться от этого я или ангела смерти так что если я все еще слит вместе с ним или он слит со мной то у меня нет входа в духовный мир высший мир ясен вопрос как я избавляюсь от моего я то что до сегодняшнего дня называлась я какие действия должен сделать для того чтобы это осуществить я должен выделить себя из от моего я я должен удалиться от него ненавидеть его отсечь его от себя каким образом я это делаю что остается от меня и так далее пожалуйста поговорите об этом добавляйте каждое не нужно отвечать во все на весь этот обо всем этом добавляйте чтобы у вас всех вместе получилось что-то общее не надо отвечать на все сразу вместе должно появиться общее мнение о состоянии когда мы отрываемся от чего-то и входим в духовный мир пожалуйста я думаю человек вкладывает огромное количество усилий каждая является частью проблемы и все мы вместе ее проясняем и эти усилия которые он в них кладывает направлены на отрыв от зла потому что когда он видит что то что приносит ему зло он сначала это относит к себе может быть относит к другим после того как он это относит это к другим и понимает что это его отношение к другим и именно отношение нужно изменить он пытается это изменить как-то сам и после этих усилий когда он пытается отрезать себя от себя он получает вдвойне зла чем тот которого он хотел изначально избавиться и тогда с этой борьбой где он пытается просто прошибить стенку головой и все время ему говорят о том что он должен не сам сделать это а включиться в это через группу и там он найдет решение каждый раз когда он старается включиться в группу совершить действия все больше и больше проявляется это его я я это то самое зло с которым он не хочет себя отождествлять но из которого из всего что он и видит он должен выделить именно одну точку только устремление включиться в товарищей в общее ну и так через это взаимовключение еще раз он по сути и находит свое настоящее я и над ним он хочет быть только с одним своим я которое вводит в центр группы мы должны работать над нашим я мы должны пройти переворот в ценностях таким образом что немного еще немного каждый раз как результат нашего старания работать над единством и над величием цели как результат этого мы начинаем приходить еще еще немного каждый раз еще немного к ненависти ненависть к разобщенности к раздору и тогда я понимаю что моя любимая моя то что я чувствую ближайшим себе на самом деле разлучает меня с истинной жизнью я думаю что переворот каждый самый маленький этап в нем происходит только с помощью света возвращающего к источнику который приходит как результат работы с товарищами с равом и таким так мы и должны каждый раз на каждом шагу работать над величием над большей важностью над стремлением к единству и как результат этого мы раскрываем ненависть к ненависть к разлуке и к разлучающему нас фактору и хотим уйти от него мне кажется по мере того что человек прикладывает усилия трудиться в объединении в группе понимает ли он больше или меньше не имеет значения но по мере его вклада именно в это в эту точку то и удостаивается распознать разные вещи о самом себе то что раньше не знал об этой точке я а разделение неживого растительного животного и говорящего когда все это относительно именно духовного и бура все что все это свое я с чем он раньше не был знаком и одно из самых чудесных открытий когда он видит что мое я не может продвигаться само собой ему некуда продвигаться никаких целей никакой потребности для продвижения то есть если я подведу себя в группу вхожу туда то это не своими силами короче все эти нюансы и все что мы можем найти только из большего объединения и слияния друг с другом друг с другом мы сможем удоставить понимание как правильно этим воспользоваться мне кажется если продолжить слова товарищей что вся проблема в том чтобы правильно наметить цель быть точным в том к чему ты хочешь прикоснуться у меня появляется такая картина не знаю насколько она подходит в армии есть такие специальные подразделения которые занимаются только тем что они метят цель ставят какую-то штучку чтобы потом лазерный луч мог точно знать куда направить оружие нам нужно только выяснить цель на которую мы хотим ту точку на которую мы хотим чтобы воздействовать цель и это единственная задача этого спецподразделения наметить правильно наметить цель точно наметить цель ну а первое я полностью согласен с этими образами которые описали ребята я думаю что на этом конгрессе мы должны абсолютно идти говорящим уровне то что называется вся проблема именно с ним проблема что мы чувствуем и страдания и все беды на всех остальных уровнях неживом растительным животным и вкладываем в эти уровни основные свои силы тогда если мы говорим о животном ну прихожу я на утренний урок мы болтаем друг с другом а потом продолжая всю жизнь на уровнях неживом животным неживом растительным животным я думаю что на этом конгрессе мы должны все свои силы уложить именно в говорящий человеческий уровень потому что там раскрывается все а все что мы видим естественно это как раз в трех нижних уровнях и поэтому у нас есть возможность добраться до говорящего уровня все исходит оттуда я чувствую что это что сначала что сначала конгрессы есть такое очень общее внутреннее чувство и такое точное знание что мы не можем бороться не можем отменить наше я я люблю себя я в желании получать я могу сделать тысячи манипуляций он сделает тысячи манипуляций надо мной и похоронит меня я должен изменить это у нас есть силы у нас и наша война это любовь вместо того чтобы работать над собой я должен влюбиться в свое окружение в учителя я должен их любить и чем я дальше этим занимаюсь тем это усиливается с бесконечной скоростью тогда я вижу насколько мое я начинает мне мешать я начинаю его ненавидеть и хочу его отменить я не работаю со своим я вообще я только хочу любить товарищей продолжу то что амид начал говорить мне тот же самый образ в голове мы привыкли следовать за своим я мы делаем весь расчет из своего я и когда мы начинаем входить в группу то вся эта тряска которая происходит с я моим я это просто поразительная вещь пока ты берешь свое я как тряпку с возможностью помыть им пол потом снова вспоминаешь о своем я потом вновь забываешь о нем я думаю что как и говорилось здесь что решение не в я решение только в другом окружении которое полностью противоположно мое я нужно забыть о нем перестать говорить из него вообще смотреть в его сторону нужно начать вырабатывать отношения наружу к товарищам и поместить свое я в окружение где книги точно описывают нам куда надо двигаться товарищи которые дают нам важность величия и раф и тогда можно развить нечто когда я начинаю вкладывать себя в своих товарищей думать о них просить за них и тогда когда чувствую какое-то столкновение со своим я и тогда я перестаю его терпеть и начинаю его ненавидеть если еще добавить элемент какой-то я считаю что очень важная вещь это величие творца то что должно всегда присутствовать есть что тебя трясет что тебя как бы побуждает что вносит тебе какое-то новое отношение и без этого ты просто будешь погребен этим своим я только добавить сказанному товарищам это не так просто амид на самом деле сказал то что я хотел сказать но он сказал это лучше тем не менее все что было здесь сказано помогают раскрыть это я это тебя притягивает не дает тебе уйти и воевать с этим тоже бороться с этим тоже невозможно но по крайней мере в тот момент когда я сюда пришел у меня появилось ощущение такой уверенности такой концентрации как будто все так точны что можно немножко оставить свое я в покое и ты чувствуешь что ты ничего не отрезаешь а как будто ну что-то просто от тебя отшелушивается ты не занят этим ты ты хочешь этого но ты но это происходит вокруг тебя и это так чувствуется это определенное совершенство это 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 вместе это это этот фокус концентрация над всем иногда даже смешно сказать что ты ты чувствуешь что твое я тебе не то что не мешает а даже помогает может быть делать тебя в чем-то легче трудно это выразить мне да первое чего необходимо достичь это осознание этой низменности моего я осознание того что я не терплю если кто-то мне что-то говорит должно быть ощущение четкое понятное и однозначное и проявляется в самых разных формах ребята описали и тем что я все время думаю что я что-то буду делать даже если я уверен что в чем-то абсолютно я должен понимать что когда я говорю я буду делать уже этим я теряю то есть я должен знать что я потерплю поражение изначально вообще самоиспользование слова я это уже ведет тебя к провалу и можно стараться и этого избежать так одно из того что не получает необходимость это окружение то что дает нам силы поручительство товарищи передает друг другу силы возможность и вообще силы попросить от того чтобы избавиться от своего я этого нечто даже абсурдное в том процессе мы стараемся добавлять 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 чтобы у нас в каждом из кругов создалась единая картина когда мы пришли к этой замечательной науке чудесной науке нам стало понятно что этот мир это картина которая даже то ли есть то ли нет но в любом случае она не стоит того чтобы ради нее жить есть нечто гораздо большее нам раскрылась наука мудрость и нам стало понятно в чем цель и чем глубже мы в это входим мы снова начинаем второй круг со своим я когда опять начинаются деньги почести власть и тогда приходит конгресс и снова мы вспоминаем что мы здесь не ради какой то там роли или профессии или чего то там еще мы здесь только для того чтобы как точка работать без всяких премудростей мы просто сбрасываем несколько тонн с этой фикции с этого чучела которым мы были до сих пор и входим в какую то новую картину есть нечто особое не знаю поражает меня каждый раз заново сам этот семинар когда ты сидишь прислушиваешься к товарищам и происходит выяснение разум действует ты думаешь что сказать что не говорить и вся работа включится в каждого из товарищей которые говорят не важно что они говорят насколько вещи умные или нет просто включиться в него да и вообще не важно даже что ты скажешь скажешь то самое я которое пытается ворваться и подсказывать тебе ответы ну да ну пусть врывается но мое маленькое я ту маленькую точку я хочу поместить сюда в круг с товарищами я понимаю насколько он вдруг не помогает чтобы раскрыть это свечи чтобы это пламя было между товарищами в центре всего мирового клея с равом то мы отыщем единую общую действующую силу я чувствую что в в обычной жизни не во время конгресса не хватает в основном ну не знаю мы направлены на цели мы стараемся как то это но не хватает храбрости действительно потребовать избавиться от любви к себе не хватает смелости потребовать этого а на конгрессе здесь я чувствую что у нас есть такая возможность есть такое окружение которое дает нам такое такой вдруг подъем уверенность изменение ценностей где можно теперь сделать этот прыжок действительно можно этого попросить я очень хочу чтобы мы осуществили это потому что это действительно возможность это настоящая возможность всегда когда я сижу в кругу то я жду что когда придет моя очередь подойдет чтобы это было не сначала потому что мне чтобы себя как-то задействовать мне нужно время я очень нуждаюсь чтобы они меня запустили я не люблю начинать с первой что я хотел сказать что на все на эту тему два момента первое это то что с одной стороны я это полный мир это и та узость которая тебя на тебя давит и то пространство которое открывается тебе через товарища и группу и один из основных моментов которые я могу видеть в зеркале это мы можем прочитать в работах рабаша человек счастлив как только понимает что товарищ любит его это один из одна из самых больших вспышек которые получил от рабаша это все равно что ты стоишь перед зеркалом человек вдруг узнает что товарищ его любит так он становится рад этому только это известие у меня был такой странный случай вчера перед утренним уроком ночью я готовился я очень волновался это подготовительный урок перед конгрессом и все такое я проснулся утром и знал что товарищ должен был забрать меня первое что я делаю когда я просыпаюсь я беру очки с тумбочки одеваю их иначе я не вижу ничего и в тот момент когда я одел очки они просто развалились сразу выпал этот маленький винтик который их держит и я в панике начал искать этот винтик и я перевернул перевернул кровать ползал по полу и товарищ приехал и я уже в напряжении что будет он звонит мне я никак этот винтик не могу найти и ничего не вижу и тут я понял творец забрал у меня этот винтик и я начал спрашивать себя что это и я понял что мне совершенно необходимо заменить эти очки это очки эгоизма это очки меня я в эти очки вижу только себя я вдруг понял что это вообще не очки это шоры это повязка на глаза и я приехал на этот конгресс со стремлением с просьбой чтобы творец заменил мне эти очки чтобы я мог видеть вас и чувствовать вас ваше сердце это единственное чего я хочу с этим я сюда приехал за новыми очками но у меня тоже выпал винтик и мне выпало там наводить порядок на кухне спросили что у меня с винтиком так я сказал что меня попросили курицу помыть на кухне еще раз о чем мы говорим абсолютно следовать за отменой себя всего моего эгоистического эго кормить все то что называется у нас пока материальная или животная часть но кормить надо и человеческую часть в себе потому что ничего само собой не пройдет мы занимаемся и кризисом и поиском решений и распространением чем мы только не занимаемся но у большинства вещей никакого решения и нет кроме объединения и поэтому если мы не возьмем на самом деле у нас есть возможность на этом конгрессе объединение это подход ко всему изнутри только объединение ничего другого не может быть если мы именно с таким подходом будем подходить ко всему тогда есть возможность начать процесс иначе ты не можешь войти со всем этим неживым растительным и животным на следующую ступень мне кажется это единственный взгляд который может быть не помогут ни проблемы ни насущно необходимое весь мир в этом погряз и не то что мы наведем порядок какой-то здесь нам будет легче и мы тогда продвинемся в духовное никогда это не произойдет нужно смотреть на все как на одно большое объединение нужно тренироваться продолжать рисовать эту картину это единое я ну в самом деле в чем наша проблема отменить это я как будто нам нужно говорить себя в том что это легко это же действительно легко а чего я собственно отказываюсь что я теряю я теряю себя от такого но я удостаиваю всех вас просто даже не вас может быть каждый из вас такой же ноль без палочки как я чего мы удостаиваемся почему это так тяжело мы же стремимся к единству к творцу потому что у нас нет этой ясной картины картина которая просто пробила бы наше сердце проникла бы в наши кости мы должны катить эту картину как каток на наше желание получать чтобы мы этого так захотели потом свет все исправит нам говорят не нужно намерение для этого так давайте представим себе это единое совершенное состояние в котором нас нет в котором мы родились как единое тело слитое с творцом и свет проходит через нас исправляет мир что может быть лучше и выше этого мы обычно связаны но сегодня похоже что-то особенное я продолжу продолжу твои образы на недельная глаза глава с рабом мы проводили программу и там был момент который мне очень запомнился еще во времен храма была были разные работы доели коров сеяли жали и они понимали что высший задействовал людей а люди как бы служили всем то есть вся эта картина во мне проявила насколько нас на сто процентов задействует высшее как мы работаем во всей этой картине и насколько я рад служить всему этому чем больше товарищей в этом то есть насколько я могу им услуг услужить скажем так пока вдруг какой-то момент как камень упал на шею ты что с ума сошел ну как это вообще возможно так вообще для чего тогда нужно это я все для чего нужно это эго я думаю что для того чтобы ты учился обратиться к творцу через товарищи ты должен учиться как отменить себя потому что в одиночку не в жизни ты не сможешь поднять это в одному ты даже не будешь знать что просить ты должен прийти к товарищам отказаться от стыда сделать это самым естественным образом как ребенок твой который просто приходит хочет чтобы ты ему помог и вы вместе вместе с этим поручительством должны держать такой камень этот и просить просить перейти к более продвинутому состоянию поручительства объединения а потом все заново то есть мы нуждаемся друг в друге для того чтобы правильно просить творца я очень хотел бы чтобы по крайней мере во время конгресса мы держались этой картиной чтобы нам было очень естественно любить друг друга и зависеть друг от друга я бы хотел продолжить я бы хотел продолжить сказанное товарищами здесь есть такое интересное обновление лахаем амит но это картина которую мы мы ее держим каждый раз во мне какая-то картина какое-то чувство и тогда я сажусь в круг и вдруг я понимаю что я напоминаю понимать начинаю понимать эту картину и вдруг действительно появляется картина которой до этого вроде бы не было есть какой-то кусочек там чего-то ну пиксель в лучшем случае и нам начинает быть понятно что мне начинает быть понятно что необходимо об этом говорить делиться этим потому что это вы моя картина у меня нет картины у самого на самом деле у меня нет никакой картины в лучшем случае я могу быть какой-то картиной для вас но вы моя картина для того чтобы я мог все время держаться за эту картину мне нужно получать ее от вас от каждого из вас все время мы должны сделать это сейчас во время конгресса для того чтобы это было чтобы это вошло к нам просто в ДНК мы должны как в трехмерную картину углубляться в это все глубже и глубже но у меня то у самого есть дай бог пиксель давайте представим картину того как мы слиты в группу таким образом что через группу как через фильтр проходят только наши точки в сердце и тогда раскрывается нам вход в высший мир как мы должны упорядочить себя группу Творца когда мы фильтруем свое я отфильтровываем от точки в сердце и с точкой в сердце поднимаемся наверх ясно не слышно было что значит не слышно все у меня все правильно опять там что-то накрутили еще раз как мы ну не надо мне так махать руками у меня все то же самое лучше всего просто выйди оттуда не нужно чтобы там кто-то сидел это не пианино мой вопрос такой как мы представим состояние когда каждый из нас включен в группу с помощью Творца и из всех трех этих составляющих я группа Творец фильтрует себя таким образом что остается от него после того как он протрясет себя останется только точка в сердце которая выходит в высший мир как мы создадим состояние когда каждый из нас включен в группу с помощью Творца и из всех этих трех составляющих я группа Творец я фильтрую себя так что от меня остается после того как я встряхну себя только точка в сердце которая выходит в высший мир еще раз как мы представим состояние когда каждый из нас включен в группу с помощью Творца из всех трех составляющих я группа Творец отфильтровывает себя так что остается от меня после встряски только точка в сердце которая выходит в высший мир я думаю что этот расчет что каждый должен оставить или не оставлять от себя до достижения этой точки каждый может сделать только сам собой через выяснение которое происходит с высшим светом мне кажется просто то что надо делать все время искать что я могу дать товарищам то есть быть в таком моде что я могу дать товарищам чтобы они достигли цели все время выяснять это вместе с учебой действиями в группе и просить чтобы свет дал нам возможность остаться с этой точкой для того чтобы насладить Творца и это должно быть выяснение относительно группы когда я выбираю что я могу дать товарищам но вместе со светом он он поможет мне все это выяснить я думаю только так на самом деле можно прийти к точке чтобы она была чистой и правильно направленной для этого нам нужно представить себя слитыми с группы в сеть единую и для этого нужно вывернуть принять через эту сеть силу свет то что превратит нас в часть себя и по дороге когда мы выполняем эту работу то появляются помехи самые разные и здесь важно чуткость и принять в расчет что любая самая малость даже происходящая со мной не случайно а призыв зов Творца над которым я должен вернуться к этой работе и тогда по мере того что я набираю эти точки которые собираются в картину над этими отрывами именно это правильно формирует меня для того чтобы пройти и и и секунду назад здесь нас так ослепило эту сторону верно Асав? я видел только силуэты товарищей не видел тел и вдруг я сообразил что на самом деле есть какая-то точка говорящая с человеком я хотел прислушаться именно к этой точке каждого из вас и хотел только на этом сфокусироваться и вдруг начал почувствовать такую необходимость где-то там в этом стремлении нашим общинам что именно там наша настоящая жизнь а свыше этого просто не жизнь кроме этого просто не жизнь я бы хотел передать это устремление чтобы мы попробовали ведь нет же тел только точки которые говорят творец который говорит через каждого и я бы хотел проникнуться этой картиной а я как раз когда меня ослепило солнцем это меня как раз разозлило я не мог видеть и я не мог и слышать я вообще не мог сосредоточиться почему я об этом вспомнил мне кажется что вот эта вот встряска эта фильтрация происходит все время это природный процесс творец этим все время занимается он все время нас трясет и фильтрует и лишь мы по мере нашей чувствительности и фокуса как сказали ребята раньше мы складываем вместе что исходит от товарищей от творца любое это любая ситуация это солнце которое постоянная меня слепит так я стараюсь как бы позволяя себя встряхивать и выделить из меня точку в сердце то есть во первых естественно мы конечно не мы ложьņ океан Он с нами это делает. Мы хотим остаться с нашими естественными свойствами, которыми обладаем. Но он уже нас трясет, он уже нас фильтрует. Если товарищи как бы слиты, то тогда останутся только точки в сердце. Очень красивую картину представили мне ребята. Тот самый луч света прошла материя и вызвала совершенно полярно разные реакции. То есть принципиально действует материя одинаковым образом. И свет был один и тот же. Но реакция была разная. Что я хотел сказать. Мы, слава Богу, приближаемся. И по мере того, что будем усиливать связь между нами и удерживать два взаимоотрицающих края, во мне есть точка, которая очень любит Нива, и есть точка, которая очень сильно удаляет нас друг от друга. Я не хочу терять ни ту, ни другую. Я хочу хранить и одну, и другую. И через все это найти среднюю линию, как мы ее называем. Теперь я говорю, я хочу. Но это не зависит от меня. Тут в некоторой... Немножко да, но на самом деле, по мере того, что мы будем усиливать эту амивалентность, мы будем приближаться к чему-то хорошему. Я бы хотел поделиться с ощущением, которое меня посетило. Я пришел на секундочку чуть позже, я не мог убежать с работы и быть здесь с самого начала. И как только я сюда зашел, я тут же почувствовал ураган. Настоящий ураган. Что-то такое невероятное. Как-то моментально, в одну секунду что-то смыло с меня все, не имеющее отношение. Все, что не нужно. И это не просто какая-то точка эго, а это что-то в тебе, что все, чего желает эта точка, это только уподобится всем остальным. Это ее свойство. Она хочет погрузиться среди всех. Это все, что остается. В этом вся квинтэссенция. В этом и есть настоящее я. Так как можно глубже проникнуть в этот ураган и добавить еще от себя ему. Я считаю, что в этом есть наша работа. Для того, чтобы мы могли выделить точку в сердце, она должна стать пищей, а не отбросами. В этом должно быть наше согласие на этом конгрессе. И этого недостаточно. Почему? Потому что если не придет свет, возвращающий к источнику, мы пойдем в окружение мира. Мы будем как все. И опять начнется круг. Мы должны организоваться на этом конгрессе так, что мы концентрируемся только на этой части. И тогда мы схватимся за нее и поднимемся. В тот момент, когда мы примем это исправление, у нас будет иное окружение, более исправленное. И тогда нам не понадобится больше падать в неживой растительный и животный уровни, а сможем все больше и больше подниматься в говорящем. Поэтому на этом конгрессе нужно сосредоточиться только на духовном, только здесь. И получить для этого силы. И мы понимаем, что нам нужна его поддержка, потому что без нее мы снова упадем вниз. Я продолжу, товарищи. Тот образ, в котором мы уже находимся, этот ураган, этот сумасшедший ветер, который здесь несется, мы должны отдаться ему. Это как какой-то внутренний цунами, который лишь нарастает. Иногда даже угрожающий. И все время увеличивается. Но мы должны течь вместе с ним. С одной стороны, он раскрывает товарищей, группу, проявляет их во всем и в кульминации. Весь этот пик. Ты начинаешь просто желать их, влюбляешься в них. С другой стороны, это как ветер, который как бы сдувает пыль. С того, насколько ты изнутри себя противоположен. Так будто бы весь наш образ, этот образ, все углубляется. Этот образ все больше глубокой резолюции. Этот ураган, этот цунами нарастает. И мы должны все время видеть, как Творец действует нами, показывая и величие, и показывая и низменность. И помнить, что все абсолютно, каждый шаг, каждый вздох, каждое движение, вообще все абсолютно исходит из него. Потому что это и есть та точка, которая останется, от которой все остается после фильтрации. Творец во всем, именно в этом борьба. Борьба, то есть течь вместе с ураганом. Я думаю, что можно представить себе самый простой пример с ситом или с фильтром. Что-то должно оказаться на другой стороне, а что-то должно остаться с той стороны. Мы все лекторы, мы все инструкторы, мы очень хорошо умеем объяснить на наших уроках, почему у человека нет никакого выбора, почему у него нет ничего от себя самого. И для каждого из нас это вещи, которыми нас просто накачали. Но каждый все равно держится за свое «я». Так легко нам убеждать других, но сами-то. Если так, то все это, плюс это уже грязная оболочка нашего «я». Но самое важное, как сказали товарищи, это точка в сердце. Это мое отношение к товарищам, отношение любви. Я хочу быть в них и забыть, не обращать внимания. Это нельзя отрезать, потому что, как говорят товарищи, это идет дальше вместе с нами. Но тут есть момент внимания. Где твои мысли, где твои желания? Что ты есть и на что ты делаешь ударение? Может быть, могут быть какие угодно осадки, как сказал Амит, гордыни или другие. Но где ты находишься? Ты должен быть, как этот старик, искать, быть в этом окружении товарищей. Если твои мысли там, где они нужны, то из этого фильтра выйдет то, что из него должно выйти. Я бы хотел тоже поделиться с тем, что со мной произошло на той неделе. Может, связано с этой фильтрацией. Говорилось об этом в конгрессе. Вдруг появились критерии. Вначале не было никакого выяснения. В группе у нас много есть ребят, которых, к сожалению, здесь нет. И мне было очень грустно из-за этого, что они не могут сюда приехать. Потом мне стало стыдно. И я думал, ну как же это? Как? Потом начал стыдиться от того, что стыжусь больше, потому что не за себя. А потом я вдруг подумал, что... Ну, в конце концов, это же сумасшедшие, величайшие люди. И они не соответствуют критериям, потому что я о них не заботился. И я пришел к какой-то безысходности, что я вообще могу сделать. И тогда появилось какое-то обращение к чему-то, какая-то сила. Ты понимаешь, что у них нет сил. И что в этом замечательно, что я представляю это себе этапами. На самом деле это не так. Каждую секунду, на каждом этапе было как бы такое обращение, что как бы все время что-то толочит, как бы нас размалывает. Мне показалось, что вот эта вот безысходность, в конце концов, вместе с настоящей заботой, она вынуждает работать. В конце концов, приводит эту точку. Мне кажется, невозможно пропустить все этапы. Нужно понять, что должен пройти весь процесс. Вы знаете, что алмаз можно точить только алмазом, алмазной пылью. И получается такая картина, что в эту точку ничего не может попасть, кроме света. Но не просто свет действует. Тебе нужно себя поместить в окружении таких же точек, как ты, где только в трении между ними, где ты трешься только с ними, относишь себя только к ним. Включаешься в эти точки, тогда ты действительно и ни с чем внешним. Тогда ты начинаешь относить себя к той форме, в которую может привести тебя свет. Свет действует только, если ты трешься с этими точками. И только там ты можешь принять ту форму, в которой ты сможешь пройти через этот фильтр. Последний вопрос. Почему точка в сердце стремится ввысь? Почему точка в сердце стремится вернуться к слиянию с Творцом? Она тянет нас к чему-то? Мы еще не знаем, куда. Но не дает нам покоя. Так почему она стремится... Я не спрашиваю, куда. Я уже сразу говорю. Так почему она стремится вернуться к Творцу? Все очень просто. Уже к вечеру, поэтому я так жалею вас. Ответ очень простой. точка в сердце стремится к Творцу, потому что в программе, заложенной в ней, все, собственно, и создано для нее. Вся эта действительность. Вся эта действительность только для того, чтобы привести ее к этому состоянию. чтобы она захотела вернуться к своему источнику, к своему корню, где она может быть полной. То есть, на самом деле, получается, что не было ни одной секунды во всем, во всей действительности в моей жизни хоть какого-то наполнения. Не может быть никакого наполнения, секунды наполнения в нашей жизни не было, кроме как ради того, чтобы эта точка не пришла к своему, ради того, чтобы точка пришла к своему источнику. не знаю, Рав сказал, ответ очень простой, и это меня чуть запутало. На самом деле, ответ между нами, его надо только отыскать. Я ищу между нами в центре группы, в центре круга, и у меня возник такой образ, что эта точка это часть Кли, часть того оттиска Творца, и стремиться к Творцу, потому что это единственное, за счет чего она может существовать, от чего она может наполниться, и она стремляется вернуться в Кли, потому что только так она может начать жить. Зачастую на уроках ТЭС Рав говорит, что точка в сердце это искорка разбитого экрана Масаха. Мне очень нравится это описание, в этом описании все. Искорка разбитого экрана. в этом цель творения, которое было так запланировано, и разбиение произошло, создавая нам ту картину, в которой мы сейчас пытаемся объединиться, и объединяясь, мы возвращаемся к связи с Творцом. В этом все. так же, как и Нив сказал, из-за того, что есть ветвь и корень, чтобы быть чуть более реальным с нашей точки зрения, на нашем уровне, мы видим, как только проявляется точка у человека, она уже не оставит его в покое, он уже назад не вернется. Пусть делает все, что угодно, пусть попробует, но назад уже невозможно. И поиск всегда вперед к чему-то, к чему-то еще. Не знаю, можно рассказывать, можно давать какие угодно ученые ответы, но я очень солидарен с тем, что говорит Офер. Я не знаю, почему, но для меня это ощущение очень четкое, что у меня есть такая точка, которая постоянно меня тянет, как будто в ней есть какая-то внутренняя программа, какая-то дикая природа, которая постоянно, ее необузнанная природа, которая постоянно тянет эту точку вверх. я думаю, что причина точки в сердце, я говорю, что причина, мы говорим, по которой точка в сердце хочет вернуться к Творцу, в нашем общем стремлении к объединению, и это происходит. И это единственное, что, по сути, тянет ее туда. Я как Замир, у меня что значит, почему она стремится к Творцу? Так. Почему? Потому. Так, с тех пор, как я был ребенком, я ищу, подавлен. Не знаю. Так. Так. Потому. Ты знаешь, что каха, так, потому, это очень высокие слова, аббревиатура. Это очень, это от Баальшемтова. Серьезно, но свет Творца наполняет всю действительность и никто его не чувствует. Он как будто бы просто погружен в такую тьму, в такое болотце, вонючее, которое называется желание получать, намерение ради себя. И людям кажется, что они этим наполняются, но наполнения нет. и мы вообще не способны понять, что и как и как в чем это выражается. И это то, чего он хочет. Так это место, точки в сердце, и это очень соединяется с искрой разбитого экрана. Она наконец хочет объединить этот экран, собрать его, для того, чтобы она наконец смогла создать эту оболочку, этот фильтр, который дал бы ей хоть как-то пройти правильно в эти килим. И этим насладить его. Потому что сейчас у него как бы нет наслаждения, ему нечем наслаждаться, потому что творение несчастное. Как бы, да? Это то, чего она хочет. Хочет насладить его. кроме ответа Каха, а вот так, я хочу добавить еще ответ, потому что она хочет, чтобы было хорошо здесь, в этой реальности. Мы как группа, по мере продвижения мы чувствуем, действительно, что это за смерть и страшные страдания, что это за болото наше желание получать. Мы не просто хотим от него сбежать, мы хотим сбежать туда, где есть немного света, то, что светит за этими ценностями. И мы тянемся к этому добру, но это не то добро, с которым мы знакомы, не то наполнение, которым мы никогда не можем наполниться в этой жизни, это другое добро, то, что может привести нас к чему-то абсолютному, высочайшему из существующих. Можно так сказать, а можно сказать, просто хочет чего-то хорошего, и цели этой реальности, на самом деле, насладить творение, но то добро, которое запланировал для них творец, я думаю, что к этому тянется наша точка. Во-первых, я должен сказать, все здесь говорят о самых разных картинах, и я бы очень хотел быть в этой галерее все время, самой классной галереей в мире. С другой стороны, не знаю, вы говорите, и у меня появилась такая картина, которая в конечном счете, ведь эта точка, это же божественная искорка свыше. Я вижу это как рыбак, который забрасывает крючок с этой точкой, приманкой, пока правильная рыбка не проглотит этого, и начинает вытягивать. Не знаю, даже тянется ли она к творцу, она никогда не отрывалась от него. Она просто тянет тогда, когда правильная рыбка на нее попадается. Да, мы все почувствовали в этом мире, что действительно наполнения нет, и не может быть наполнения, и все это отчаяние, к которому приходим постепенно. И эта точка, это некая надежда, которая появляется у человека, когда вдруг появляется возможность почувствовать добро. И это ощущение настолько абсолютное, что просто уже не важно, что это означает, но я следую за ним. И почувствовать хорошо в этой точке это прийти и насладить творца. И это называется подняться ввысь. Поэтому она нас и тащит. Поэтому с одной стороны мы пришли к Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok